Малышей из детского сада «Ласточка» в этот день ожидало необычное мероприятие. Работники музея, как всегда, приготовили для них интересную программу. Вначале ребятам рассказали, что же за праздник они сегодня будут отмечать и как встречали его на Руси в старину. Осенний праздник «Капустник», который проходил на День воздвижения, один из самых веселых в старорусском календаре. Дошколята встретили его, как и их предки, с песнями, играми и плясками. Ребята отгадывали загадки и вспоминали русские народные инструменты, послушали старинную сказку про капусту, которая очень напоминала сказку о репке, так как была о дружбе и взаимопомощи. Особенно им понравились старинные игры. Они передавали по кругу качан капусты и поддерживали друг друга, когда танцевал тот, на ком остановилась музыка. С восторгом пытались валенком сбить колпак с капусты. И даже попробовали себя в роли настоящих русских хозяюшек. Рубили и засаливали капусту на зиму. Им понравилось. Давайте еще капусты. Понравилось, девчонки? Сотрудники музея считают, что несмотря на стульеный возраст, дошколята очень дружные, сплоченные и уже много знают об истории и быте своих предков. Это очень здорово, когда мы так собираемся на такие посиделки, потому что детки начинают интересоваться нашей историей и больше узнавать. И мы будем стараться делать как можно больше мероприятий, чтобы дети посещали историко-краеведческий музей. В завершении праздника детвору угостили квашеной капустой и домашними пирогами. Естественно, тоже с капустой. Юные краеведы остались в полном восторге от мероприятия. Мне понравилось, что мы узнали много чего про капусту. И мне понравилось, как мы взбивали колбак с капусты. И мне понравилось, как девочки рубили капусту. Мы сегодня ели капусту и квашеную капусту. Это было очень-очень вкусно.